Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа «Деловые факты». Меня зовут Кристина Пьяных. Здравствуйте. Более 670 миллионов рублей получит Кубань на модернизацию агропромышленного комплекса. Дополнительные субсидии правительство распределило между 38 регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Предусмотрено предоставление в 2017 году в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы дополнительных субсидий на эти цели в размере 2 миллиардов 250 миллионов рублей. Форум инновационных финансовых технологий «Финополис» открывает свои двери в Сочи. В ближайшие три дня участников ждут лекции и мастер-классы по дизайн-мышлению под руководством лучших финансовых тренеров со всего мира. Организатором саммита выступает Банк России. Регулятор традиционно уделяет особое внимание вовлечению в финансовую сферу молодежи. Как раз сегодня в «Финополисе» молодежный день. А уже завтра Сочи посетит глава ЦБ Эльвира Набиулина. Она намерена встретиться с гостями и участниками «Финополиса». Третий ежегодный форум объединит представителей органов государственной власти, финансового сектора, IT-отрасли и экспертного сообщества. Здесь они обсудят вопросы использования цифровых технологий на финансовых рынках, озвучат новые решения и возможности для ведения этого бизнеса в России. В России подорожают автомобили по оценке экспертов. Это произойдет уже в начале нового года. К росту цен, вероятно, приведет увеличение утилизационного сбора и акцизов на легковушке. Новые тарифы предусмотрены в проекте федерального бюджета на будущий год и плановый период 2019-2020 годов. Особенно сильно по карману россиян ударят цены на авто с мощными двигателями. Отмечу, проект бюджета пока еще не принят. Но мы его сейчас обсудим с Игорем Головиным, главредом автопортала «За рулем Кубань». Игорь, здравствуйте. Насколько, как думаете, поднимутся цены? Какие марки в зоне риска? Здравствуйте. Поднимется примерно, по прогнозам специалистов, около 6-7%. В зоне риска это премиум классы, в основном автомобили, которые обладают мощностью двигателя от 200 лошадиных сил. Вот они сильно пострадают. А на сколько произойдет повышение? Вот в рублях цифру можете назвать, как вы думаете? Ой, в рублях я вряд ли. Ну, измеряется десятками тысяч, сотнями тысяч или тысячами рублей? Повысится цена? Да, да. Ну, если сейчас, смотрите, акциз где-то около 400, грубо говоря, рублей, да, то ожидается где-то в районе 800-900 рублей. Это только акциз на ввоз автомобиля. То есть, как бы, ну, я думаю, тысяч на 50-60 точно поднимется. Почему так на ценообразование влияет мощность автомобиля? Ну, это всегда делили средний класс, малый класс. Скажем так, люди, которые могут себе позволить такие автомобили, они всегда, ну, облагаются такими налогами для того, чтобы, ну, оплатили, скажем так, ремонты дорог и все остальное. То есть, это всегда так было. Как изменится, по вашему мнению, поведение клиентов в связи с возможным подорожанием? Каким авто будут отдавать предпочтение? Может быть, отечественным? Вы знаете, ну, это машины, скажем так, более педиального класса. Это 200 лошадиных сил. Не каждый же может себе позволить приобрести это машиной, которая стоит от 2 миллионов и выше. Вот. А как будет складываться? Ну, я думаю, люди, в общем, попытаются, наверное, если они думали купить автомобиль в недалеком бухте, то, я думаю, сделают до Нового года обязательно. А дальше, наверное, будет происходить, как и сейчас, привыкание к ценам. Ну, если он хотел приобрести, он все равно, я думаю, приобретет. Но через какое-то время. Спасибо большое. На связи с нами был Игорь Головин, главвред автомобильного портала на Кубани. И в продолжение автомобильной темы россияне пересядут в кабриолеты. Причем отечественного производства новая машина получит название «Крым». Об этом сообщает агентство «Автостад». Модель создадут на базе «Лады Калины». Сейчас разработчики проектируют три варианта комплектации – бюджетную, среднюю и VIP. Максимальный вес кабриолета составит около тонн. Это низкая масса для такого класса авто. Наш Крым обещает быть дешевле зарубежных аналогов. Афибский нефтеперерабатывающий завод обзавелся новым совладельцем. Это группа компаний «Новый поток». У нее теперь пакет в 25%. Сумма покупки не разглашается, пишет деловая газета «Юг». Известно, что финансовым партнером в рамках развития проекта выступит Сбербанк России. Инвестору предстоит завершить модернизацию завода. Добавлю, что сегодня Афибский НПЗ занимает 20% рынка нефтепереработки в Южном федеральном округе. Мощность предприятия составила 6 миллионов тонн нефти в год. Подведены промежуточные итоги реализации программы по благоустройству городской среды. Их обсудили региональные власти с Министерством строительства России. На асфальтирование дворов многоэтажек, строительство детских садов, уличное освещение, зеленение парков. В этом году на Кубани выделили почти 1,8 млрд рублей. Это средства, предусмотренные приоритетным федеральным проектом формирования комфортной городской среды. Для главы любого муниципального образования это большой подарок. Подарок в том плане, что раньше таких средств у муниципалитета не было. Эти средства выделяются из федерального краевого бюджета, частично из средств муниципалитета. Но это дает возможность решить те проблемы, которые давным-давно уже не решались. Большой ремонт уже развернулся в Краснодаре, Армавире, Кореновском и Белореченском районах. Там приводят в порядок скверы и парки. Обновят дворы также в сельских поселениях Денского и Тихорецкого районов. Каждый пятый кубанец отказался отдыхать этим летом, выяснили аналитики агентства Headhunter. Но большинство, 58%, все же смогли оставить рабочее место. Правда, 10% из них так и не почувствовали прилива сил после отдыха. Четверть вообще признались, что думали об увольнении. Почему жители курортного края не рвутся в отпуск и как отсутствие отдыха влияет на рабочий процесс? Об этом мы спросили Илону Полянскую, ведущего менеджера по маркетингу компании Headhunter. Вообще, согласно нашим опросам, в этом году в отпуск не могут себе позволить поехать почти половина опросных нами сотрудников из-за того, что им не хватает денег. Особенность региональная у нас еще такая, что, возможно, это связано с близостью моря и гор. Например, Кубань на первом месте среди других регионов страны по количеству тех, кто предпочитает внутренний туризм. Конечно, если человек не будет ходить в отпуск, не будет отдыхать, у него накопится усталость, он будет менее эффективен в работе. Так называемое профессиональное выгорание происходит в том числе и из-за физического и морального истощения. Приводит к тому, что человек не выдает нужные результаты, а после вовсе увольняется. Поэтому, возможно, эффективнее и лучше для бизнеса все-таки отпускать людей отдыхать. В завершение выпуска курса валют американец и европеец в минусе. Доллар остановился на отметке 57,78 евро 67,94. Это были все деловые факты. Оставайтесь на телеканале Кубань24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это сельская школа, но она сегодня не уступает любой городской, даже лучшей городской школе. Она дождалась своего звездного часа. Но, поверьте, я уверен, что еще сотни школ в сельской местности, да и в наших городах ждут своего звездного часа. Я уверен, они дождутся, потому что, еще раз подчеркиваю, на детях никто не будет экономить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...